Всем доброго дня! Это Гелиосар и Всеобщая история нового времени, 9 класс, за авторством Юдовской, Баранова, Ванюшкиной, Медякова, издательство Просвещения. Параграф 14. США до середины 19 века. Рабовладение, демократия и экономический рост. Каким образом и в результате каких событий появились Соединенные Штаты Америки? Соединенные Штаты Америки появились в результате провозглашения независимости, если не ошибаюсь, 11 британскими колониями в Северной Америке. Именно в результате этого и появились Соединенные Штаты. А вот как это произошло, это несколько более своеобразно. Дело в том, что британская корона и правительство Британии очень жестко закручивало гайки, увеличивало налоги, навешивало на куда более благополучные североамериканские колонии все новые и новые налоги. Это очень не нравилось этим самым колонистам. При этом через некоторое время они выдвинули довольно-таки справедливое требование. Хорошо, мол, вы хотите увеличивать нам налоги? Ладно, но тогда дайте нам представительство в британском парламенте. Естественно, что в британском парламенте заявили, вы что, с ума сошли? Мы хозяева, а вы так, ну не совсем рабы, но наполовину. Ваше дело выполнять, что вам сказали. И никакого представительства вам не будет. В результате, через некоторое время, произошло объявление независимости. И начались бои с британской армией. И вот тут вот надо отдать огромное должное. Британия допустила ситуацию, которую, ну, они не думали, что произойдет такое, но оно произошло. Против Британии, при войне за независимость США, против Британии объединилась вся Европа. Франция, например, с Испанией активно помогали Соединенным Штатам, молодым Соединенным Штатам. А все остальные заняли очень жесткий, дружественный к США нейтралитет. И недружественный к Великобритании. При этом та же самая императрица Екатерина II, правительница России, она заявила, что если Британия что-то там устроит, Россия пошлет мощную военную эскадру в Атлантику, для того, чтобы перехватывать британские корабли. Это все оказалось для Лондона полным таким шоком, абсолютной неожиданностью. Они изо всех сил пытались, чтобы не появилось никого сверхсильного в Европе, и пропустили момент, когда таким сверхсильным ухитрились стать именно они сами. И ухитрились объединить против себя всю остальную Европу. Таким вот образом, собственно говоря, и возникли Соединенные Штаты. Они возникли благодаря тому, что против Британии объединилась вся Европа. Показателем того, что если бы не произошло этого объединения против Британии всей Европы, Соединенные Штаты не появились бы, революцию бы задавили полностью, служит тот момент, что во время наполеоновских войн Соединенные Штаты объявили Великобританию войну. Закончилось это объявление захватом в столице США Вашингтона британскими войсками и сожжением Белого дома, а также бегством президента США и Конгресса куда подальше из своей столицы. Больше США войн Великобритании не объявляли. США в начале 19 века. В конце 18 века жители первых 13 штатов населяли территорию примерно в 200-300 миль от берега Атлантики. К середине 19 века границами США стали два океана. Некоторые территории США покупали. В 1803 году они купили у Франции Луизиану. Это сейчас штат Луизиана далеко не самый большой, а в тот момент это были огромные пространства за рекой Миссисипи, где-то на четверть всей нынешней территории США. В 1825 году Россия добилась от США признания действительнейшего права владения значительной частью побережья Тихого океана и Аляской. Однако в 1867 году Россия продала американцам эти далекие суровые земли, нынешний штат Аляска. Другие земли американцы захватывали, уничтожали или сгоняли со своих мест индейские племена, вели войны против соседних государств, конкретно против Мексики. В 1819 году США вынудили Испанию отказаться от полуострова Флорида. В 1823 году была провозглушена доктрина Монро, одностороннее заявление президента США Монро, в котором отрицалось всякое европейское вмещательство в дела западного полушария и предъявлялась претензия на его прекращение в сферу влияния США. То есть все западное полушарие, то есть Северная и Южная Америка, должны были превратиться в сферу влияния США. Также была провозглашена концепция невмещательства США во внутренние дела европейских стран. Эта доктрина на многие десятилетия вперед стала служить обоснованием экспансии, захвата чужих территорий, экономического и политического подчинения других стран в Латинской Америке Соединенным Штатам. В 1845 году к доктрине добавилась доктрина предопределенной судьбы, по которой при соединении новых территорий объявлялась миссией, якобы врученной американской нации свыше, божественным проведением, Так обосновывалась война с Мексикой 1846-1848 годов, в которой Мексика потеряла половину своей территории. В США получили Техас, Калифорнию, Нью-Мехико, Юту и Неваду, огромные территории на юго-западе. Внешнеполитические условия развития США являлись очень благоприятными. От беспокойной Европы с ее войнами и революциями их отделял целый океан. В ближайшие соседи были слабы, Поэтому США не истощали себя в войнах и мало тратили на армию. До начала 60-х годов 19 века она составляла только 12 тысяч человек. Скажем так, в Европе у какого-нибудь неаполитанского крошечного королевства армия была выше. Гигантские просторы манили переселенцев из Европы. В 1820-е годы в американские порты ежедневно прибывало около 14 тысяч иммигрантов. В 1850 году уже около 260 тысяч. Благодаря этому в течение 19 века население США приблизительно каждые 27 лет удваивалось. Особенностью США была высокая социальная и пространственная мобильность, подвижность населения. Продвигаясь вверх по общественной лестнице, американец не сталкивался с сословными пережитками, как в Европе. Огромную роль играл фронтир, граница незаселенных земель на западе, куда человек всегда мог отправиться в поисках лучшей доли. Благодаря гигантским земельным просторам, поглощавшим все новые массы людей, США оставались преимущественно сельской страной. В 1860 году в деревнях проживало 60% населения США. Однако успехи промышленного переворота обеспечили быстрый прирост городского населения. Экономическое развитие. Промышленная революция в США началась около 1815 года. Ведущей стала текстильная отрасль, обладавшая важным преимуществом. Хлопок производился непосредственно в США и был очень дешевым из-за рабского труда. С 1817 по 1837 годы производство тканей в США выросло в 77 раз. Благодаря изобилию водных ресурсов на начальных стадиях промышленной революции в США, энергии воды использовалось даже больше, чем энергия пара. Эпоха железных дорог началась в 1830, и за следующие 30 лет их длина достигла 50 тысяч километров, больше, чем в остальном мире вместе взятом. Помимо железных дорог строились каналы. Особое значение имело рытье почти 600-километрового канала Эри в 1825 году, связавшего Нью-Йорк с районом Великих Озер и способствовавшего его превращению в важнейший экономический центр. Сельское хозяйство существовало в исключительно благоприятных природных условиях, поскольку большую часть США занимали равнины с умеренным и субтропическим климатом и очень плодородной почвой. Великие равнины называли «хлебной корзиной Америки». Один из переселенцев писал «земли здесь столь жирны, что пальцы остаются сальными». Особенностью США стала ранняя механизация сельского хозяйства. Во многих мелких крестьянских хозяйствах Европы использование различных машин и механизмов было экономически неоправданным, но в относительно крупных фермерских хозяйствах США они приносили выгоду. Самым известным механизмом была «жатка Маккормика», активно использовавшаяся в освоении Запада с территории. Как выразился один из американских политиков, благодаря изобретению Маккормика линия цивилизаций каждый год сдвигается на 30 миль западнее. Развитие сельского хозяйства шло двумя путями. На севере преобладало фермерское хозяйство, на юге – рабовладельческие плантации. В Европе крестьяне часто страдали от малоземелья, но в США практически каждый американец имел возможность получить значительные земельные владения. Однако этому препятствовала проблема рабства. Политическое развитие и проблема рабства. США являлись крупнейшей в мире республикой. Более быстрыми, чем в Европе, темпами шла политическая демократизация. Однако она не затрагивала полностью бесправных рабов. В первые десятилетия XIX века многие штаты отменили имущественные цензы и понизили допустимый возраст избирателей. Политическое лицо страны определяли две партии, несколько раз менявшие свои названия. Особенно быстрыми темпами политические изменения происходили с конца 1820-х годов, в период Джексоновской демократии, когда президентом был Джексон, в период с 1829 по 1837 годы. В середине 1850-х годов оформилась двухпартийная система демократов и республиканцев, по-разному относившихся к проблеме рабства. Почти 100 лет своего существования США являлись рабовладельческим государством. В 1860 году чернокожие рабы составляли треть населения 15 южных штатов. К этому времени собственниками 4,5 миллионов рабов было 382 тысячи белых. То есть реально рабами владела только каждая четвертая белая семья. Крупными плантациями, где использовался труд более 200 рабов, обладали всего 254 семьи. Проблема рабства, как морального зла, позорного пятна в стране, которая объявляла себя воплощением свободы и демократии, волновало очень незначительное количество людей. И на севере, и на юге преобладали российские взгляды, согласно которым чернокожие в лучшем случае считались людьми второго сорта, в худшем их даже людьми не считали. Даже на севере они никогда не пользовались равными с белыми правами, были запрещены межрасовые браки, велось раздельное обучение. Широкое распространение получили предрассудки об умственной и физической неполноценности черных по сравнению с белыми, об их нравственной распущенности и склонности к преступлению. Многие не верили в возможность сосуществования двух раз и видели выход в вывозе чернокожих обратно в Африку. Этим занималось специально созданное в 1816 году американское колонизационное общество. Эту идею поддерживала и часть аболюционистов, или отменителей, выступавших за ликвидацию рабства. Одним из лидеров аболюционизма являлся Уильям Гаррисон, предлагавший ненасильственные методы борьбы против рабства. Другие, как Джорджи Параун, выступали за применение насилия. В 1859 году Браун захватил Арсенал в южном штате Виргиния в надежде поднять восстание рабов, но потерпел неудачу и был казнен. Одним из самых успешных начинаний аболюционистов стала знаменитая подземная железная дорога. Система тайной помощи, которая позволила переправить на север бежавших с плантации рабов. Но и противников рабства часто не считали черных равными белым. Поэтому причины гражданской войны в США были связаны не столько с положением чернокожих, сколько с рабовладением как экономическим явлением, а также с политическими и культурными особенностями развития США. Проще говоря, гражданская война с экономической точки зрения была связана с тем, что в самих США очень активно развивалась промышленность. Но сельскохозяйственному югу, где преобладали рабы и где как раз таки были богатые плантаторы, было невыгодно продавать хлопок и другие товары на внутреннем рынке. Было гораздо выгоднее продавать товары в Соединенное Королевство, то есть в Великобританию, и купить из Великобритании куда более качественные ткани и другие товары, при этом не обращая внимания на то, что произведено в самих США. Естественно, что промышленному северу очень не нравилось, что такие огромные денежки и такое количество сырья почему-то уезжало в Великобританию, а не оставалось внутри страны. Вот, собственно говоря, это и было едва ли не главной причиной войны. Рабство в США при внешнем сходстве с античным в реальности было связано с развитием капитализма. Именно благодаря промышленной революции в Англии и самих США резко вырос спрос на хлопок. С 1790 по 1860 годы его производство увеличилось в 1500 раз за счет роста плантаций и изобретения Уитни эффективной хлопкоочистительной машины. Являясь в конце 18 века лишь одним из укладов, к середине 19 века рабство превратилось в основу экономики южных штатов. Интересы плантаторов южан отражала демократическая партия. На севере тон сначала задавали торговые и финансовые круги. Торгуя хлопком, они были тесно связаны с рабовладельцами. К тому же существовало близость интересов между фермерами севера и плантаторами юга. Например, и те, и другие были заинтересованы в низких пошлинах на ввозимые из Англии промышленные товары. В то время как фабриканты севера хотели защитить свое производство высокими пошлинами. То есть различные фермеры и плантаторы юга США, где было рабовладение, они предпочитали покупать все, как я уже упоминал, в Великобритании. Поэтому, естественно, они хотели, чтобы цена была низкой. То есть, чтобы пошлины на эти товары были низкими. А вот тем, кто производил товары внутри США, как раз таки это очень не нравилось. Они хотели, чтобы пошлины были высокими. С тем, чтобы покупали не английские товары, а товары, произведенные в США. То есть, до определенного времени рабовладельцы юга вполне рассчитывали на поддержку части северян. Но времена менялись. С успехами промышленной революции торгово-финансовую верхушку стала оттеснять промышленная буржуазия, представленная республиканской партией. Так, плантаторы потеряли одну из важных опор на севере. К тому же, по мере освоения западных территорий между фермерами севера и плантаторами юга, постоянно возникали конфликты из-за новых земель. Должны ли они быть рабовладельческими или свободными? Тем самым и на общность аграрных интересов с фермерами рабовладельцам приходилось рассчитывать все меньше. К конфликту между севером и югом подталкивало и сильное развитое региональное самосознание, ощущение своей обособленности, характерное и особенно для юга США. Широко распространенным являлось противопоставление гордого и благородного южного джентльмена с одной стороны и думающего только о наживе северного Янки с другой. Как выразился о северянах один из южан, это сборище чумазых механиков, грязных рабочих, полоумных теоретиков и нищих фермеров, недостойно общества слуги южного джентльмена. Гражданская война 1861-65 годов. Несмотря на нарастание противоречий, открытый конфликт удавалось долгое время сдерживать с помощью различных компромиссов. Так, с середины 1830-х годов в США действовал принцип Кляпа – негласная договоренность между ведущими партиями уклоняться от обсуждения темы рабства. С помощью компромиссов контролировалось и соотношение сил между рабовладельческими и свободными штатами. Одно из таких соглашений было заключено в 1820 году. Отныне новые штаты принимались в союз на условиях равенства. Одному рабовладельческому соответствовал один свободный. Первые располагались южнее широты в 36 градусов 30 минут, широты, получается, южнее широты северной. Вторые, естественно, севернее этой самой северной широты. Но споры в 1854 году о том, куда должны относиться новые штаты Канзас и Небраска, привели в дальнейшем к войне между севером и югом. После избрания в 1860 году президентом противника рабства Авраама Линкольна, 11 южных штатов заявили о своем выходе из состава США и создании отдельного государства, Конфедерации Штатов Америки или Конфедеративных Штатов Америки. В 1861 году началась война, проходившая в два этапа. До 1862 года ее главной целью являлось восстановление единства США. Линкольн так и заявил, «Моя высшая цель в этой борьбе – спасение Союза, а не спасение или уничтожение рабства». Затем проблема рабства все же вышла на первый план. При известии о начале мятежа на юге, Линкольн потребовал от штатов собрать территориальные войска в 75 тысяч человек для его подавления за три месяца. В реальности за три месяца превратились в четыре года самой кровавой войны в истории США. В ней погибло около 620 тысяч человек. Это число превышает число жертв, которые американцы понесли в Первый и Второй мировых войнах вместе взятых. К началу войны Север был более чем в два раза превосходил Юг по численности населения и обладал несравнимой с Югом промышленной мощью. Однако южные джентльмены умели лучше общаться с оружием и располагали множеством талантливых офицеров во главе с генералом Робертом Ли. К тому же они были уверены в том, что защищают собственную землю и свой образ жизни от агрессии Севера. Немало жителей Северных Штатов сочувствовали южанам, считая рабство естественным состоянием негров. Одни тайно торговали с Югом, другие шпионили в его пользу. Но южане так и не дождались более важной поддержки. Они просчитались в своих надеждах на помощь Англии. Текстильные фабрики, которые зависели от хлопка Южных Штатов. Благодаря большим урожаям предыдущих лет склады Англии были переполнены хлопком. Английские фабрики проработали на старых запасах достаточное время для того, чтобы посадить больших хлопков в Египте и Индии и просто использовать его и не вмешиваться в войну на североамериканском континенте. Определенную пользу принес северянам визит двух русских эскадр в Нью-Йорк в 1863 и в 1864 годах. В Петербурге опасались, что в связи с польским восстанием 1863 года, дело может дойти до войны с Англией. И в этом случае русским кораблям было бы лучше действовать на просторах Атлантики. В США же этот визит истолковали как поддержку северян, и морской министр даже записал в дневнике «Господь благослови русских». Испытывая военные неудачи и стремясь добиться более существенной поддержки населения Северных Штатов, Линкольн и Республиканская партия в 1862 году приняли Гомстед Акт, позволивший радикальным образом решить аграрный вопрос. Одновременно Линкольн нанес тяжелый удар по позициям рабовладельцев и обеспечивал поддержку своей политики со стороны широких масс американцев. По этому закону любой гражданин США старше 21 года мог стать обладателем участка в 160 акров, это почти 64 гектара, уплатив только небольшой регистрационный сбор. После пяти лет пользования участком он переходил в полную собственность владельца. Этот закон отвечал желаниям большей части населения страны и фактически блокировал распространение рабовладелья на любые новые территории. В 1862 году Линкольн издал прокламацию об освобождении рабов Южных Штатов, чем обеспечил северянам поддержку именно со стороны чернокожего населения Юга. Принятая в 1865 году 13-я поправка Конституции полностью запрещала рабство на территории Соединенных Штатов. Сама война носила некоторые новые черты, практически неизвестные в прошлом, но ставшие типичными для войн будущего. Из-за увеличения огневой мощи, лежащая в укрытиях пехоты, часто оказывалась предпочтительная кавалерия. Происходила усиленная мобилизация для целей войны, материальных и человеческих ресурсов. Обе воюющие стороны были вынуждены ввести всеобщую воинскую повинность. Война не только велась против армии противника, но и затрагивала гражданское население. Так, Шерман, один из известных генералов-северян, применяя тактику выжженной земли, ссылаясь на опыт гражданской войны, он позже, во время франко-германской или франко-прусской войны 1870-71 годов, упрекал немецких генералов в том, что они умеют побеждать, но не уничтожать врага. Для этого нужно больше гари от сожженных деревень. То есть войска этого самого Шермана, который, естественно, неплохой такой герой у Соединенных Штатов, они просто уничтожали все на своем пути и полностью все за собой, не оставляя ничего целого и никого живого. То есть во время гражданской войны активно использовались концентрационные лагеря для военнопленных, некоторые из которых превратились в настоящие фабрики смерти. Так, в результате чудовищных условий содержания и издевательств в лагере конфедератов Андерсон-Виль погиб каждый третий, кто там содержался. В 1863 году в тяжелом сражении у Геттисберга северяне перехватили у южан стратегическую инициативу. Год спустя Шерман, уничтожая все на своем пути, совершил марш к морю через штат Джорджия. После падения столицы конфедерации города Ричмонда, обескровленный четырехлетний войной юг в апреле 1865 года был вынужден капитулировать. Гражданская война в США закончилась. Победа промышленного капитализма севера над рабовладельческим югом устранила последние препятствия для развития буржуазных отношений в США. Вопросы. Каким образом происходил территориальный рост США? США захватывали свободные земли на западе, либо уничтожая индейцев и сгоняя их, либо покупая какие-то территории, например, у Франции, либо отнимая, как у Испании, либо завоевывая, как, например, большая часть территории, которая была захвачена у Мексики. В чем заключались особенности экономического развития США? Особенность была в том, что в Соединенных Штатах там было четкое разделение. Южные Штаты, они были очень сельскохозяйственные, плантационные, и там активно использовалось рабство при выращивании и производстве хлопка. Северные Штаты были наоборот. Они были фермерскими, рабовладение там практически нигде не использовалось, и именно там находилось огромное количество промышленных предприятий. Особенностью экономического развития также можно, так сказать, отнести определенный конфликт между промышленниками Севера и плантаторами Юга. Плантаторы Юга предпочитали продавать свою продукцию в Великобританию, а вовсе не в США, и при этом покупать продукцию тоже в Великобритании промышленную. Различные станки, оборудование, предметы роскоши. При этом продукция, произведенная в США, не пользовалась никаким спросом на Юге. Естественно, что такие особенности очень не нравились тем, кто владел фабриками и заводами. Почему сохранение рабства препятствовало прогрессу в экономике и политике? Потому что сам по себе вопрос о рабстве был очень тяжелым. Плантаторы Юга попросту не знали, как можно работать, не используя рабство, не используя рабов. Как это платить наемным рабочим за то, за что раньше рабам платить было совершенно не нужно? Естественно, что все это делало очень невыгодным отмену рабства. Но одновременно с этим на Севере рабства практически не было. И этот вопрос очень сильно тормозил общее политическое развитие, потому что всем политикам постоянно приходилось каким-то образом договариваться между собой, обходить любой вопрос рабства. Но этот вопрос рабства постоянно всплывал раз за разом. Каковы причины гражданской войны в США? Назовите ее особенности и результаты. Причины гражданской войны в США прежде всего экономические. Именно экономические. Я уже объяснял их. То есть основа была в том, что Юг предпочитал продавать сырье в Великобританию, а не внутри страны, не внутри США, не на американские фабрики. И товары, плантаторы Юга, богатые люди, тоже предпочитали покупать исключительно в Великобритании и Европе. И при этом игнорировали американские товары. Это очень не нравилось тем американцам, которые эти самые товары производили. Ведь они хотели покупать дешевое сырье и тоже продавать свои товары на тот же самый Юг. То есть на первом месте стояла экономика. На втором месте была политика. Потому что там были еще очень большие споры о том, имеют ли право американские штаты выходить из состава союза США. И по сути дела именно вот этот вопрос о том, насколько они имеют право какие-то определенных различий, он в итоге тоже очень сильно поднялся. Потому что в итоге была провозглашена та самая конфедерация. Но Север все-таки победил. И очень жестко разъяснил всем, что никакого выхода из состава союза Североамериканских штатов быть не может. Особенностями гражданской войны было очень активное задействование всех материальных ресурсов. Абсолютно всех. Очень активная работа железной дороги. То есть именно в американской войне впервые очень активно стали применяться броненосцы, паровые машины, паровозы. То есть фактически железная дорога велась, вернее война велась вдоль железной дороги. Такая особенность. Третье это невероятная мобилизация всех доступных ресурсов, материальных и людских, какие только были. Собственно говоря, Юг в этом отношении страшно проигрывал Северу в несколько раз. Почему, собственно говоря, и проиграл в итоге. Так что и потом это колоссальное задействование мирного населения. То есть невиновных, незадействованных в этой войне не было. Там, где проходили какие-либо из войск северян, не оставалось ничего живого. Уничтожилось просто все. Возникали совершенно жуткие концентрационные лагеря, которые не уступали тем лагерям, которые по итогам возводили, например, нацисты во время Второй мировой войны. Так что нацисты вовсе не были теми, кто впервые придумал концлагеря. Впервые это придумали именно британцы, англосаксы и американцы и стали активно применять. Сравните особенности исторического развития США и европейских стран, например, Англии и Франции. В чем вы видите сходство и различия в экономике, политике, социальных отношениях? По сути дела, сходством можно назвать то, что во всех трех странах политические права были завоеваны в результате революции. Во всех трех странах сходством является то, что изначальным локомотивом промышленной революции являлась текстильная промышленность. Но отличием является то, что в Соединенных Штатах люди были гораздо более свободны, имели больше все-таки прав и третье, там было гораздо больше земли. То есть, если человеку что-то не нравилось в США, он просто собирал вещи и переезжал на свободные земли. И все, никаких проблем не было. В то время как во Франции и особенно в Великобритании свободной земли не было. Чтобы уехать, надо было каким-то образом заработать на билет на корабль, потом на этот корабль добраться и добраться потом до Соединенных Штатов или до каких-то других колоний. То есть, это было куда дороже. А в США? Побросал все на лошадь, собрал вещи, взял лошадь и все, вперед, как говорится, на Запад. И никто тебе ничего не скажет. Живи себе как ты хочешь. Подумайте, благодаря каким факторам гражданская война продлилась так долго и носила столь кровопролитный характер. Во-первых, это полное незнание самими американцами, что такое война. До этого все войны, которые вели американцы, они были совсем небольшими. Они были скромными. Буквально несколько отрядов, 2-3 тысячи человек куда-то там выдвигались, что-то там делали. И достаточно быстро захватывали те или иные территории. Никаких серьезных противников не было. Армия в миллион человек, да вы что, спятили что ли? На начало где-то гражданской войны армия США представляла из себя где-то в районе 15 тысяч человек. На всю эту огромную территорию. Всего лишь. Естественно, что была полная недооценка того, как, собственно говоря, должна идти война. Второе, это то, что на юге все-таки было гораздо более подготовленных солдат и офицеров, которые были готовы сражаться. И все-таки лучше, чем северяне знали, что такое военное дело. Многие из южан учились в Европе. В том числе учились и военному делу в некоторых военных академиях. Изучали военную историю. Поэтому эти люди гораздо лучше, чем северяне знали, что такое война. Поэтому первоначально у севера были большие проблемы. Южане наносили им достаточно серьезные и болезненные поражения. Но в скором времени сказалось полное превосходство севера в экономике. То, чего совершенно не учли на юге. Да, у юга были деньги. Но у севера были заводы и фабрики, которые делали пушки, ружья, порох, пули, ядра, военные корабли, паровозы, рельсы, локомотивы, вагоны. То есть все то, что жизненно необходимо для, так сказать, снабжения войны. А на юге были только плантации и хлопок. Но хлопок надо было еще каким-то образом продать. А потом надо было еще каким-то образом купить все необходимое. А потом все это надо было еще привезти. А север, естественно, прекрасно понимал, что торговля будет идти по морю. Поэтому он попросту перекрыл морские пути поставок. Ввел морскую блокаду. Что, собственно говоря, в итоге и удушило южную полностью все южные штаты и ту самую конфедерацию. Отто фон Бисмарк о доктрине Монро. Мы держимся того взгляда, что эта доктрина есть невероятная наглость по отношению к остальному миру. И акт насилия по отношению ко всем американским и европейским государствам, имеющим интересы в Америке. Который основан единственно на силе. Это как если бы в качестве европейского аналога американской заносчивости какое-либо государство, скажем, Франция или Россия, захотело бы выдвинуть претензию, что без ее согласия в Европе не позволены никакие изменения границ. Как Бисмарк оценивал доктрину Монро? Что именно подвергалось осуждению? Бисмарк оценивал ее как невообразимую наглость. Потому что Бисмарк считал, что Единая Германия имеет полное право, право силы вмешиваться в южноамериканский континент и каким-то образом вести там свою политику. И воспринимал американское заявление как большущую наглость, конечно же. И относился очень негативно. С помощью цитаты постарайтесь сделать вывод о том, какой порядок решения международных проблем, в том числе и в западном полушарии, он считал бы правильным. Очень просто. Это видно в такой фразе, что какое-либо государство, Франция или Россия, захотело бы выдвинуть претензию, что без ее согласия в Европе не позволены никакие изменения границ. В этой фразе четко видно, что Бисмарк считал, что военной силой можно и нужно менять границы государств. Из речи Авраама Линкольна 1858 года. Я заявляю, что не выступаю и никогда не выступал за введение какой бы то ни было формы социального и политического равенства белой и черных рас. Что я не выступаю и никогда не выступал за предоставление неграм права становиться избирателями, судьями или должностными лицами, права на заключение брака с белыми людьми. И кроме того, я добавляю, что между черной и белой расами существуют физиологические различия, которые, по моему мнению, никогда не позволят им сосуществовать в условиях социального и политического равенства. И поскольку такое сосуществование невозможно, и они тем не менее находятся рядом, должны сохраняться отношения высших и низших. И я выступаю за то, что высшее положение должно принадлежать белой расе. В связи с этим я должен сказать, что не считаю, что из-за превосходства белого человека негры должны быть лишены всего. Из прокламации освобождения Авраама Линкольна, 22 сентября 1862 года. В первый день января, в год от Рождества Христова 1863, все лица, содержащиеся как рабы, на территории любого штата или определенной части штата, население которого находится в состоянии мятежа против Соединенных Штатов, отныне и навечно объявляется свободным. В указанный день, 1 января, исполнительные власти определят социальной прокламацией штаты и при наличии таковых части штатов, население которых находится в состоянии мятежа против Соединенных Штатов. Сравните два документа. Есть ли противоречия между ними? Нет. Противоречий нету. Авраам Линкольн говорит в своей первой речи в 1858 году, что он против равенства белой и черной расы. Но при этом он заявляет, что хоть равенство и невозможно, но это же не значит, что черных надо держать как животных, как полных рабов. Пусть будут слугами, какими-то уборщиками. Конечно, не надо давать им какие-то высокие должности, они никогда не будут равны белым. Но при этом рабство слишком омерзительно. Рабство – это собственность, а хозяин может сделать со своей собственностью все, что угодно. Это, как бы по его мнению, было неправильным. Каждый человек все-таки рождается свободным. Пусть некоторые все-таки они более равные, но и тем не менее. Каждый человек имеет право на жизнь и личную свободу. Другое дело, что по его понятиям право, так сказать, быть состоятельным имели только лишь избранные, только белая раса, и то не все. Какими мотивами руководствовался Линкольн, освобождая рабов? Он руководствовался мотивами исключительно того, чтобы нанести как можно больше ущерб восставшим штатам. И надо отдать должное, ему удалось. То есть, означало ли прокламация освобождения полную и повсеместную отмену рабства в США, или последовали конкретные политические цели? Безусловно, на момент объявления этой самой прокламации, большая часть южных штатов была в состоянии мятежа. То есть, была независима от севера. И этой самой прокламации Линкольна, они, грубо говоря, могли воспользоваться в туалете, полностью наплевав на эту самую бумажонку. Потому что юг в тот момент провозгласил независимость и не подчинялся никаким законам севера.